В этот день, 22 августа, родились. Великий князь Константин Константинович, он был председателем множества обществ и учреждений вроде Академии наук и Императорского общества любителей естествознания. Дмитрий Чичулин, архитектор, он спроектировал многие станции московского метро, концертный зал имени Чайковского, гостиницу «Россия». Александр Кибальников, советский скульптор. Среди многочисленных работ народного художника СССР Кибальникова есть памятники Ленину, поэтам Маяковскому на Триумфальной площади Москвы, Есенину, Радищеву, Меценату Третьякову. Однако большая часть композиции скульптора была посвящена теме Великой Отечественной. А делом всей жизни стало воплощение трех объемных монументов, включенных в мемориальный комплекс «Брестская крепость» – «Солдат, жажда, штык». Как отмечал автор, это взяло у меня много сил. Требования были поставлены такие – ничего не брать, ничего не уничтожать, не трогать с места на место кирпичи. Что осталось, так оно должно быть в жизни. Наш труд требует стремиться к невозможности. Также 22 августа родился Сергей Орлов, поэт, автор строк «Его зарыли в шар земной». В этот день, 22 августа 1812 года, перед угрозой нападения Наполеона на Москву, была произведена эвакуация кремлевских ценностей. «Ключ к Москве взят», – востребован главнокомандующий русской армии Кутузов, узнав о взятии города Смоленска. После битвы у Бородино окончательно стало ясно, что падения кремлевской стены не избежать. Тогда военный главнокомандующий Москвы Федор Ростопчин срочно приступил к эвакуации городских богатств. 10 тысяч предметов оружейной палаты, старинных книг, церковной утвари, пушек, архивов. Во избежание паники среди населения погрузка и вывоз ценностей осуществлялись под покровом ночи. «Головой уручается, что Наполеон найдет Москву столь же опустелую, как Смоленск», – писал Ростопчин государю Александру Первому. По масштабу операции для XIX века это было что-то вроде эвакуации заводов во Вторую мировую. Однако все сокровища вывезти не удалось из-за отсутствия свободного транспорта и времени. Пустые церкви жителям показывать было нельзя, а в Успенском соборе Московского Кремля неустанно проводили богослужения о победе русского народа. С большим трудом чудотворные иконы, круглосуточно охраняемые горожанами, удалось вывезти из города буквально за день до французской оккупации. Ростопчин писал, «Нечаянное решение князя Кутузова оставить Москву злодею должно просить и ваше преосвященство отправиться немедленно. Но именем государя я сообщаю вам, чтобы Владимирскую, Иверскую и Смоленскую богоматери взяли с собой. Народ ночью сего не приметит, а предлог, что им хочет молиться войско. Путь ваш на Владимир». 22 августа 1914 года в Российской империи введен сухой закон – запрет на продажу спиртных напитков. К 1913 году Российская империя находилась на предпоследнем месте в десятке развитых стран по количеству выпитого алкоголя. Еще недавно в современной России на душу населения приходилось от 9 до 15 литров спиртного. У царя пили мало – всего 3 с небольшим литров. При этом государство обладало монопольными правами на торговлю горячительными напитками, а финансовые поступления от продажи равнялись четверти бюджета. Но монарх Николай II был недоволен ситуацией с пьянством. Еще в начале века он создал общество попечительства о народной трезвости, а в январе 1914 года твердо написал в рескрипте. Доход в казну должен поступить из неисчерпаемых источников державного благосостояния и производительного труда народа, а не из продажи зелья, разрушающего духовные и экономические силы большинства верноподданных. Уже в начале августа запрет на продажу крепких спиртных напитков вступил в силу везде, кроме ресторанов первого разряда. Николай II прекрасно помнил погромы алкогольных лавок 1905 года после объявления о начале русско-японской войны. Теперь же, чтобы проводить призывников на фронт, поданные покупали суррогатную продукцию и выстраивались в аптеке за спиртовыми каплями. Но запрет имел эффект, о чем докладывал член госсовета массового. Прекратились грабежи, драки и скандалы. Не стало слышно безобразной ругани. На улицах исчезли босики и нищие стали редким явлением. Это ли не чудо? Прижидшие к власти большевики отменили сухой закон в 1920 году, три года спустя наладили производство водки в невиданных масштабах. 22 августа 1915 года был завершен вывод войск из крепости Осовец, которая многие месяцы сопротивлялась германских войскам. 22 августа 1919 года советское правительство выразило протест Германии в связи с вербовкой русских эмигрантов в белогвардейские организации. Таким был Тодин 22 августа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok